Небо, солнце, теплый дом и семья. Это рисунок Вани, воспитанника Абдулинского детского дома. В свои 8 лет Ваня считает себя не ребенком, а вполне взрослым, состоявшимся человеком. Ваня спокойный, рассудительный, любит развивающие игры и учить уроки. А почему дом такой большой? Чтобы все в нем уместились, да? Печку будем рисовать, да? Будет? Да. То есть сам дом у нас есть, вот уже дым идет, значит, печка топится, окошки, вход тоже есть. Может, человечков нарисуем, кто там будет жить? Наверное, мама живет, папа живет, да? Да. Ну, давай их нарисуем. А папа, он должен быть какой? Может быть, добрый? Да. Заботливый, наверное, да? А где мама нарисуем? Ваня, мама какая должна быть? Добрая. Добрая? А еще какая? Хорошая. Ты, наверное, уже думала, какая мама у тебя будет, да? Добрая, хорошая, а еще какая? Красивая. Как дома должна быть, если мама хорошая, добрая? Красивый дом дома будет. Красивая. Да, а что дома есть обычно, если дома красивый и хорошо? Печка. А еще что? Койки. Угу. Стол и посуда. Ну, если бы ты жила в таком вот доме, как раз, где уже печка есть, посуда, койки, ты бы там что делала в этом доме? Помогала ей упираться. Пыль протирать. А еще что умеешь делать? Чем бы мог помочь маме таким, что вот ей было бы приятно? Алло, я мать. Про помощь взрослым Ваня нисколько не преувеличивает, говорят воспитатели детского дома. И это не просто уважение к старшим. Ребенок переживает, что сделает что-то не так и может не оправдать чье-то доверие. Также Ваня очень скромный и солнечный мальчик, поэтому в каждом его рисунке над всем находится яркое большое солнце. Это дождь вообще не любишь? А почему? А дождя можно промокнуть. Промокнуть и холодно еще, да? Пробуем у нас цвета будет рубашка папы. Синяя может, голубая? Ну давай. Рубашку раскрашить. А что будем с мамой делать, как мы раскрашаем? Курточка будет розовая. Розовая, да, ну давай. А деток у них нет? Есть. Сколько у них будет деток? Двое. Двое, да? А мальчик или девочки, или кто будет? Мальчики. Два мальчика будет, да? Ну давай, рисуй прямо рядом с мамой, по двоих. А взрослые или маленькие детки? Взрослые. Ваня часто рисует детей, но называет их взрослыми, так же, как и себя. Как позже рассказали воспитатели, это все потому, что он остался без семьи. И как только ребенок теряет связь с родителем, он сразу же перестает считать себя маленьким. Но вернуть Ване мысль, что он еще ребенок, вполне возможно. Нарисовали солнце, облако, дом, печку, маму, папу и сынков. Все люди такие улыбающиеся, то есть они счастливы вместе, да? Гуляют, может быть, или что делают? Гуляют. Он потом зайдет домой и будет варить. А что будет варить? Суп. Мальчик часто говорит о том, что хотел бы попасть в семью. Мечтает о том, чтобы у него были родители и воспитываться в нормальной семье. Любимые занятия Вани – чтение, развивающие игры. Мальчик с удовольствием проводит время за компьютером. Я умею в игры играть. Выгры, даже умеешь? Вот это что за игра? Буква. Буква. А что нужно делать здесь? Одно цифры разную нажимать. Слове не хватает буквы. Найди ее здесь и поставь на место. Ёлка. Какая из них, значит? Л. Ёлка. Вот, значит, ваша столовая, да? Да. За какой стол пойдем? Вот за этот. Вот за этот, да? И что у нас больше всего лишь кушать? Лапшичный суп. Лапшичный суп. А почему? Он самый вкусный. А учиться нравится тебе в школе? Да. А что больше всего там нравится в школе? Перемену. Ты правильно, что перемену больше всего нравится. Что на перемене делаете? Играть. А во что, например? Бегаем, в догонярки играем. Пытаясь охарактеризовать Ваню, преподаватели говорят, он добрый, открытый, всегда и со всеми идет на контакт. И, наверное, гораздо сильнее многих ребят из детского дома хочет попасть в новую семью. И осознает это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин